У нас сегодня 13 ноября 2016 год и второй тур выборы президента в Республику Малдова. Мы находимся на 38 участке, это лицей Маяковска. Я хотела бы узнать по сравнению с первым туром, посещаемость гаража, оно как-то не сократилось? Идут люди голосовать? К сожалению, сократилось. По сравнению с первым туром, до 9 часов, когда мы даем первые данные, мы даем 7 часов утра, когда мы открываемся, как мы открываемся, что у нас есть, если без ЧП, все. Слава Богу, все прошло благополучно. Мы открылись ровно в 7 часов. Были присутствующие и набедатели, и представители страны голоса, члены комиссии. Но, наверное, может быть, если погода, хочется так верить, что, наверное, все-таки ответственность гражданности не снизилась. Наверное, погодные условия, может быть, людей еще до вечера, и у них есть время еще прийти и выполнить свой гражданский долг. По сравнению с первым туром, конечно, мы на 10 часов, чувствуется большой спад, мы отдали только нашу численность. Из общего списка проголосовали 35, дополнительные список только всего 5 человек. Это по сравнению с первым туром, такие большие минусы. Председатель избирательного группы 38, Соколю, Крита Ивановна. Можно вас спросить? Сегодня выбор и второй тур. Настроение как у вас? Нормально. Несмотря что погода, вы все равно собрались и пришли проголосовать. Тут близко, может быть. За кого, если не секрет? Секрет. Секрет, да. Все. Спасибо. За то, чтобы было бы хорошо. За будущее, скажем. Можно узнать, молодое поколение, кого выбирать? Да, 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 на выборы. Молодцы. За русских будем, да. Не нужны нам эти, Мария Александровна. Спасибо. Я хотела узнать, выборы, это вообще считается как праздничный день для горожан? Почему праздничный? День праздничный и день как бы восстания. День чего? День как бы восстания, справедливость. Восстали против кого? Против олигархов. Ага. А голосуем за кого? За май сангу. Вы за май сангу, да? Да. Как вам кажется, выборы эти будут честные, нет? Если честно, я надеюсь на это. Но будем смотреть после девяти, будем смотреть, наблюдать. И, в общем, если честно, я волнуюсь. Но всем желаю того, чего они хотят. Это самое главное. Да, мы сейчас находимся на шестом участке, да? Вы у нас представитель промолекции. Если можно узнать, есть ли какие-то нарушения, и сколько человек проголосовало на данный момент, и как вообще люди приходят с таким настроением. Субтитры подогнал «Помолекс»? Субтитры подогнал «Помолекс»? Нет, это тайно-семейная. Семейная тайная? Да. Хорошо. У вас это сейчас очень важно. Хорошо, все, удачи. Сегодня, 13 ноября 2016 года, проводится второй тур президентских выборов в Республике Молдова в Бельцах. Избирательный процесс проходит без особых инцидентов. Можно даже сказать, без инцидентов, потому что ни полиция, ни избирательные участки, и избирательный совет до настоящего момента не доложили о каких-либо происшествиях. Сколько всего избирательных участков и бюллетней у вас как бы больше? Насколько больше, сколько бюллетней у нас в этот раз? Значит, избирательные участки остались неизменными, 59 бюллетеней. На второй тур было выдано на 2206, если не ошибаюсь, больше для второго участка в связи с участием в выборах жителей с левого берега Днестра. По сравнению с первым туром выборов, явка, конечно, немножко ниже на втором туре, но мы считаем, что это все-таки связано с погодой на улице, но в любом случае мы надеемся, что это не испортит настроение избирателя, являться на избирательные участки и голосовать. Федюк Валентин, председатель окружного избирательного совета Бельц. 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 Федюк Валентин, председатель окружного избирательного совета Бельц.